На выступление, пожалуйста. Сначала слово губернатор Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мир, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен в том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых окажется достаточно странным вид в транспорте, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. Вопрос разработки по струнным технологиям мы, как минимум, на 15 лет опережаем Запад. Струнный транспорт может стать новой формой развития общественного транспорта, как внутри мегаполисов и крупных городов, так и в сообщениях между ними. Я могу привести примеры экспертов. При обеспечении расчетной скорости движения 350 км в час и объеме перевозок до 100 тысяч пассажиров в сутки, трасса Москва-Санкт-Петербург, работающая на струнном транспорте Юницкого, будет на 700-800 миллиардов рублей дешевле аналогичной высокоскоростной дороге в эстакадном исполнении. При себестоимости перевозок до 350 рублей на пассажира. А исполнение железобетонных взлетно-посадочных полос по струнным технологиям повышает их несущую способность ровность и долговечность покрытия, безопасность взлетки и посадки самолетов. Экономия только на одной такой взлетно-посадочной полосе, опять же, как говорят эксперты, составляет не менее 1 миллиарда рублей. Вот поэтому мы в Ульяновской области приняли решение и создали буквально на этой неделе инновационный центр струнных технологий с полигонами, с рецепционных и демонстрационных трасс. В перспективе мы будем строить в Ульяновске городскую трассу подвесного струнного транспорта Юницкого. Я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам Госсовета, следующие пункты для правительства Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий Российской Федерации. Включить вопрос о разработке и реализации новой инновационной транспортной технологии второго уровня струнного транспорта Юницкого в транспортной стратегии Российской Федерации с последующим формированием федеральной целевой программы. Спасибо. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я не знаю, что из названных вами новых видов транспорта может быть реализовано в ближайшей перспективе, но как минимум это желание думать о будущем. Полет фантазии. Я посмотрел тут наши коллеги, представляющие крупнейших российских перевозчиков, так улыбались в кулак. Ну, напрасно. Иногда нужно уметь мечтать. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа, чушь какую-то рассказывают. Но потом из этого получилась целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному, но такие уже серьезные. Дмитрий Анатольевич, давайте включим в проект поручения, и мы докажем буквально через несколько лет о том, что мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете, и, так сказать, иногда всем свяду. У нас, кстати, по струнному транспорту Юницкого есть стратегический партнер, и мы, начиная со следующего года, начнем этим заниматься. По поводу этого струнного транспорта, о котором вы говорите, я не даром на это отозвался. Мне вот этот проект принесли лет 8 назад. Я просто помню, вот эта бумага начала ходить 8 лет назад. Я так понимаю, что за это время ничего не сделано. Значит, либо этот проект нереальный, либо действительно никто не хочет помогать. Дмитрий Анатольевич, совершенно верно, у вас есть ваше поручение еще, работая в правительстве. Но, к сожалению, так сказать, все написали о том, что очень интересный проект, жизненно необходимый, но это не принадлежит нашему ведомству. Это от Минтранса и от других агентств. Все так оттолкнулись технично. Ну ладно, понятно. Значит, будем продолжать работу.